Здравствуйте! Евангелие донесло до нас последние слова Христа, сказанные на земле. Я с вами во все дни до скончания века. Эти слова ощутимо подтвердились, когда на апостолов сошел Святой Дух. Есть в человеческой душе такие потаенные струны, извлечь звук из которых не может ни сам человек, ни что-либо иное, прикасающееся к ним из обыденного нашего мира. Те струны, которые изначально вложил в нас Бог, чтобы звучали они в полную и радостную силу при нашем возвращении в Отчий Дом. Иногда доносящийся с нашей горней отчизны ветерок заставляет их слегка откликаться, и тогда рождаются стихи Пушкина или музыка Рахманинова. Тогда даже в душе человека, который пытается убедить себя, что души у него нет, да и в принципе быть не может, рождается радостное ощущение, что мир не сводится к хаотическому сцеплению мертвых атомов. Но впервые за всю человеческую историю этих струн коснулось не эхо и не ослабевший ветерок, но рука самого художника мироздания. От начала в каждом человеке есть горница, о которой сказал Христос. Мы придем к нему, и обитель у него сотворим. И вот после того, как Сын Божий свою смертью и воскресеньем вырвал человека из-под власти смерти греха, человек становится жилищем Святаго Духа. Собственно, этот день, день сошествия Святаго Духа на апостолов, и стал днем рождения Церкви Христовой. Христос не оставил после себя ни нравственных прописей, ни сборников Писаний, но оставил нам нечто большее. Среди него на земле оставил навсегда самого себя, свой Дух, свою Церковь, тайну бытия которой гениально раскрыл наш соотечественник Алексей Хомяков. Церковь – это единство разумных творений, свободно приемлющих действия Божьей благодати. Алексей Хомяков, славянофил, религиозный мыслитель, богослов. Само слово «Церковь» происходит от глагола «экклесия» – «собирать», «созывать», поскольку она всех созывает и воедино собирает под свою главую Христом. В древних городах-полисах, во времена Иисуса Христа, «экклесия» называлось собрание всех полноправных граждан, проводимые у ворот города. Как правило, подобные собрания созывались лишь в исключительных случаях, таких как заключение мира или объявление войны. Евангелисты донесли до нас слова Иисуса Христа «Созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Из этих слов следует, что Христос уподобил церковь некой политической силе, противостоящей господствующим в этом мире злу, то есть вратам ада. Цель существования церкви – свидетельство от Иерусалима и до края земли об уникальном Божьем деянии, совершенном единожды в конкретной точке пространства и времени. Евангельские события происходили при понтистем Пилате. «Нас не было в те далекие времена, но мы можем узнать о происшедших тогда событиях, приняв свидетельство очевидцев, то есть святых апостолов». Все, что мы знаем о Христе, мы знаем лишь по рассказам Его ближайших учеников. Их тексты – это единственное подлинное историческое свидетельство о Христе. Все остальные попытки реконструировать учение Христа или его биографию находятся вне исторической науки. Такие попытки больше свидетельствуют о внутреннем мире их авторов, нежели о самом Христе. Библию в том виде, в каком мы ее знаем, создавали люди. Но Рим охватывала усиливающиеся религиозные неразбериха. Тремя веками ранее появился юный еврей Иисус. Он проповедовал любовь единого Бога. Через столетия после его распятия Число его последователей возросло настолько, чтобы начать религиозную войну с язычниками. В конце 50-х годов, во времена так называемой Хрущевской оттепели, когда значительная часть классиков советской литературы, пытаясь откреститься от сталинского прошлого, стала писать мемуары о своих гонимых коллегах, тогда в непоцензурной так называемой сам издатской литературе появилась едкая эпиграмма. Видно, совесть у предателей чиста. Среди них бывают тоже чудо-юды. Снова вышла биография Христа в популярном изложении Иуды. И так можно разными глазами смотреть на Христа. Есть корыстный взгляд Иуды, а есть взгляд холодного равнодушия, взгляд Понтия Пилата. Именно этот взгляд представлен в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Есть возмущенный взгляд фарисеев, которые не могут допустить, чтобы в их уютный и регламентированный и послушный мирок в торсе кто-то свободный и властный. Есть взгляд толпы, которая требует чудес и политических переворотов. Есть взгляд людей, о которых сказал Христос, «Вы ищете меня, потому что насытились». Взгляд людей, о которых святитель Дмитрий Ростовский позднее скажет, «Поискали Иисуса не ради Иисуса, а ради хлеба куса». Но есть и взгляд Церкви, которая научает нас видеть Христа глазами апостолов. Почему для нас это так важно? Потому что главное открывается неравнодушному взгляду, непотребляющему, ненавидящему, но любящему. Апостолы любили Христа, и потому их любящее свидетельство для нас имеет огромное значение. «Я верю только тем свидетелям, которые дали перерезать себе глотку». Блес Паскаль, французский математик и мыслитель. Судебная практика греко-римского мира в известных случаях допускала применение пытки в качестве средства дознания. И нередко показания свидетелей приобретали юридическую значимость лишь после испытания болью, то есть если были получаемые под палкой экзекутора. Именно отсюда в нашем языке такие понятия, как подлинная правда, то есть правда, полученная под линем, палкой палача, или же подноготная правда. Из двенадцати учеников Иисуса Христа только один Иоанн Богослов дожил до глубокой старости. Все остальные подтвердили подлинность своего свидетельства о Христе собственной кровью. Продолжателями апостольского свидетельства были святые мученики. Римские историки оставили нам подробнейшее описание трехсотлетней эпохи гонений. Христиан толпами вместе с женами и детьми бросали на растерзание диким зверям на арене Колизея. Из них делали живые факелы саду Нерона. Их колесовали, варили, сжигали. Тертулиан, христианский писатель II века и очевидец тех событий, писал «Кто не удивится терпению мучеников, их мужеству и любви ко Господу? Рассекали бечами их тела так, что даже видны были внутренние вены и артерии, но они терпели. Даже стоящие около них плакали от жалости, но они были столь мужественны, что ни один из них не вскрикнул и не застонал. Подобным образом и те, кто осуждаемы были на съедение зверям, претерпевали многие тяжкие страдания. Их простирали на колючих раковинах и придавали иным мучениям, чтобы продолжительностью он их, если это возможно, довести до отречения. Жестокость мучений должны были отбить всякое желание принимать христианство. Но происходило все до удивительности наоборот. Древний монашеский афоризм говорит, что никто никогда не стал бы монахом, если бы однажды не увидел на лице другого человека сияние вечной жизни, так и яркое горение веры святых мучеников, избравших не быт, а бытие, не частную правду, но истину, которую, по словам Марины Цветаевой, ищет трибуны, даже если эта трибуна – костер, пробудила уснувшую и исторически изжившую себя религиозную совесть, пресыщенного зрелищами и хлебом языческого мира. Кровь мучеников стала тем семенем, из которого и возросла Церковь Христова. Из всех посевов, доверенных земле, кровь мучеников принесла самый обильный плод – Анары де Бальзак. Нынешние любители сенсационных версий о жизни неизвестного Иисуса за свои домыслы получают гонорары, а апостолы получали побои и камни. Своей болью, кровью и смертью ученики Христа и преемники их веры подтвердили, что их свидетельство в своем основании имеет реальный факт. Однажды Альберт Эйнштейн на вопрос корреспондента, признает ли он историческое существование Христа, сказал, «Бесспорно, нельзя читать Евангелие, не чувствуя действительного присутствия Иисуса. Его личность пульсирует в каждом слове. Ни один миф не наполнен такой жизнью. Лучезарный образ Иисуса произвел на меня потрясающее впечатление. Никто не учил и не выражался так, как Он. Действительно, есть только одно место на земле, где мы не видим тени, и это личность Иисуса Христа. В нем Бог открылся нам в самом ясном и понятном образе. Его я почитаю». Но не только Евангелие, как это заметил великий Эйнштейн, но и богослужебный строй церкви, ее традиции, особенно таинства, доносят до нас, живущих много столетий спустя, живое свидетельство Духа, о событии, происшедшем две тысячи лет назад в далекой Палестине, но имеющем значение для каждого человека. В этом свидетельстве и заключается исторический смысл бытия церкви. Неземной организации или учреждения нет, а духовное единство тех, кто живет так, как заповедал нам Христос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова